Нас пытаются разделить на тех, кто верит интернету и тех, кто верит телевизору, на тех, кто остался и тех, кто уехал, кто хочет перемен и кто боится неизвестности будущего. Нас пытаются разделить, потому что так легче справиться с любой силой. Диктаторы и их пропагандистские машины смещают фокус нашего внимания, чтобы мы искали виноватых друг в друге. Но я хочу сказать, чтобы меня услышали все. У нас нет лишних белорусов. Неважно, вы местный чиновник, ИПшник, учитель, милиционер или врач. Все мы в детстве засыпали под колыханку. Неважно, из какого вы города и где находитесь сейчас. Ведь вы знаете, что если кеды, то лицкие. И даже если ваши близкие не понимают причины этой войны, вы объясняете им. Пусть это и в тысячу раз сложнее, чем наш извечный спор, круче Рогачевская или Глубокская. Я прекрасно понимаю, что никто из нас не думал, что нам придется жить во время войны. Ни наши дети, для которых война была словом из учебника истории. Ни наши бабушки и дедушки, которые уже видели войну и надеялись больше никогда не встретиться с этим кошмаром. Но нам выпало жить в это время. И другого у нас не будет. Так что это и есть тот самый момент, когда нам нужно принять себя именно теми, кто мы есть. Мы – белорусский народ, который имеет свою историю, свои символы, свое достоинство. И сейчас мы, как нация, проходим, возможно, главное испытание за всю свою историю. И по его результатам мы либо потеряем страну на десятилетия, либо отстоим нашу независимость и национальную гордость. И пройти это испытание нам поможет белорусское антивоенное движение, где есть место каждому, кто смотрит это видео. Задайте себе вопрос, что я готов делать каждый день, даже если никто не встанет рядом со мной. Что у меня получается достаточно хорошо, чтобы это и стало моим ежедневным действием. Белорусское антивоенное движение – это не партия, не закрытый клуб, не объединение каких-то других инициатив или людей. Это гражданская обязанность белоруса. В движение входит каждое действие, которое мешает режиму участвовать в войне и подрывать честь белорусов. В движение уже есть пять главных фронтов. Первый – информационный. Распространяйте честную информацию в интернете, в листовках и самиздате. Говорите и убеждайте своих близких читать правду. Публикуйте посты, особенно в тех соцсетях, где пропаганды больше всего. Не молчите. Второй фронт – семейный. Отговаривайте своих сыновей, братьев, мужей, отцов выполнять преступные приказы, если они военно обязанные. Объединяйтесь и требуйте информацию о своих детях, если их забрали в армию и могут перекинуть в Украину. Убеждайте их сложить оружие. Если белорусские солдаты переступят границу с Украиной, это больше не будет конфликтом государств. Это станет конфликтом народов. И мы будем десятилетиями возвращать доброе имя нашей нации. Третий фронт – партизанский. Не выполняйте или выполняйте плохо антибелорусские приказы начальства. Выводите из строя технику, пути снабжения российской армии, программное обеспечение, саботируйте поставки в военные лагеря. То есть останавливайте все, что режим использует для помощи Кремлю в войне. Четвертый фронт – экономический. Забирайте свои вклады, обналичивайте счета, поддерживайте украинские товары. Не помогайте режиму поддерживать войну за ваш счет. И пятый фронт – мобилизационный. Если вы готовы, присоединяйтесь к добровольческим корпусам белорусов на стороне Украины. Помогайте вывозить белорусских и украинских беженцев. Занимайтесь гуманитарной помощью и ее логистикой. Найдите свой фронт, объединяйтесь с другими и покажите пример всем остальным. И я напоминаю военным Республики Беларусь, которые еще не перешли на сторону народа. Невыполнение преступных приказов – это ваша обязанность и ваш способ освободить себя от ответственности перед законом в будущем. Вы давали присягу защищать страну. Сегодня защитить страну – это сложить оружие и не воевать против украинцев. Сейчас мы работаем над документом, согласно которому участники антивоенного движения не будут привлечены к ответственности в Новой Беларуси за активные действия по защите независимости нашей страны. Вы имеете конституционное право на эту защиту. Все участники плана Перамога, которые будут выполнять свои предписания, тоже будут освобождены от ответственности. Беларусы, которые сегодня добровольно защищают Беларусь и Украину, не будут и отвечать перед законом за боевые действия на стороне украинской армии. Добровольцы и те, кто отказался выполнять преступные приказы, могут в будущем рассчитывать на свое место в вооруженных силах Беларуси. Я говорю все это, потому что нас пытаются разделить. Но делают это те, кто забыл, что такое быть беларусами. Поэтому главное, чтобы помнили мы с вами. Ведь именно нам выпала миссия защищать нашу страну. С колыханкой, лицкими кедами и правом свободно и в голос на улице своих городов говорить «Живе, Беларусь!» и в ответ слышать «Живе, Вечно!» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!